всем привет меня зовут максим эпихин я представляю сообщество microengine и в этом видео уроке который кстати говоря является вторым по счету мы научимся создавать землю разными путями наверное первый способ который я вам покажу это будет импорт карты высот соответственно автоматически сгенерируется террин значит давайте приступим тогда нажимаем террин видим выпадающий список в нем выбираем иди тире после чего нам выскакивает окно в котором предлагают эти рисования непосредственно самого террена но так как мы создаем через импорт карты высот то мы нажимаем файл экспорт мы изначально будем экспортировать карту вот заменю но уже была создана поэтому давайте начну сначала заменить параметры до открываем теперь наш фотошоп в нем просто лично мне например удобнее делать нежели в каких-либо других программах причем я точно знаю что фотошоп открывает raw формат вот гимп например не открыл вот мы нажимаем файл открыть имейдж а запомните параметры 16 бит ibm пока ширина должна соответствовать размеру вашего тирана который может можете видеть на вкладке модифай риса из вот он в принципе так как мы экспортировали карту то она и будет уже соответственно с подгоном под нужные нужны настройки нажимаем окей нажимаем еще раз окей снимаем защиту слоя нажимаем файл открыть карту высот которую мы скачали нажимаем изображение размер изображения 128 на 128 то есть размер тирана выделяем область копируем вставляем на предыдущие изображения удаляем слой это можно закрыть уже нажимаем файл сохранить как а проу имейдж заменить оставить все без изменений окей далее мы переходим в край джин нажимаем файл импорт хейдмап давайте для начала установим размер максимальный размер тирана на 64 нажимаем окей файл импорт хейдмап имейдж вот создался наш тиран по хаймапе теперь нам нужно сгенерировать текстуру нажимаем террайн а не нет файл файл генерей террайн текстур ставим вот этот размер нажимаем окей все все сгенерировалось теперь непосредственно можем начать редактирование нашего террайна давайте для начала мы применим модифайс смуз вот мы сгладили все острые углы и давайте сделаем на нем какую-нибудь область где вы появляться игрок ну например я хочу чтобы это было вот это я выбираю террайн эти террайн флэттен то есть редактор поверхности там выше ниже и так далее мы ставим максимальную высоту 64 но нет нет давайте не 64 30 вот желтенькая показывает нам насколько будет подниматься давайте 28 нет 16 16 16 мало 28 но 28 и создаем вот такую область вот и удержим левую кнопку мыши и рисуем наш террайн кстати говоря это и был второй способ то есть мы можем не импортировать ничего сразу начать рисовать этого давайте туда опустим его вот мы создали специально для персонажей эту область вот но в принципе неплохо давайте еще вот тут как нибудь сбавим чтобы можно было если чего забраться но сейчас нам нужно было по хорошему дорогу там делать вот ну нажимаем control эти закроем это временно а нет нажимаем terrain edit modify smooth еще раз да нажимаем control g появляется наш персонаж но он должен появиться сейчас потому что и сразу мир нет не умер прикольно так вот но получилась локация 128 метров достаточно большая я бы сказал и побежали наверх вот принципе как сейчас выглядит сглаженный terrain сможем сможем забраться вот так но в принципе на создание terrain мы закончили теперь переходим к редактированию текстур переходим terrain terrain texture layer открывается окно но у вас откроется вот так вот давайте тогда так и сделаем чтобы вместе все делать одинаково значит значит вот это наш единственный пока что материал мы нажимаем на эту ссылку чтобы его выбрать это слой да слою присвоен материал мы переходим на terrain давайте сделаем давайте сделаем grass1 нажимаем сиган вот текстура заметно что она применилась потому что вот видите изменилось все это дело но она бесцветная ну давайте теперь заранее сделаем несколько вещей мы добавим новый слой выберем ему маску видите тут можно много разных выбирать масок но по стандарту идет grey потому что она указана слой мы переименовываем на например dirt то есть на грязь а это grass изменяем так же материал ищем грязный материал какой нибудь не знаю вот мат 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 точно будет идеален наверно вот мат ну давайте давайте мат сиган материал все это закрываем 2 текстуры есть теперь переходим во вкладку terrain как мы говорили в предыдущем уроке и переходим на layer painter изначально мы каждому слою каждому слою да то есть layer нажмем save и теперь изменим радиус кисти чтобы полностью закрасить весь terrain так вот весь terrain сразу закрасим непосредственно травой нажимаем control секундочку извиняюсь извиняюсь меня немножко отвлекли теперь продолжим рисование текстур нажимаем grass изменяем цвет ну обычный выберем к этому травкам такой save layer закрасили все все стало зеленым теперь save layer dirt и грязь тоже возьмем из обычных ну можем тут редактировать можем взять обычные возьмем действительно вот такой порошивый цвет и уменьшим размер нашей кисти и начнем разукрашивать кстати harness нужно для того чтобы степень жесткости рисования ну давайте save layer и поехали рисовать что-нибудь вот тут вот такой вот на стыках только слишком большая у нас получилась кисть на пятерку ставим и тихонечко вот так вот рисуем фильтр вот этот отвечает за насыщенность что ли как так сказать то вот видите накладывается текстура с определенным цветом мы можем снять галочки галочки и у нас получает вот эту галочку сейчас если мы снимем вот эту галочку то у нас вот такой штуки как бы мульти накладки у нас не будет у нас просто найти обычное рисование давайте уберем нашу ошибку вот так вот и давайте нарисуем все-таки цвет не нравится тут мне цвет я выберу вот такой вот нарисуем вот так вот грязь также по бокам тут такую раскидну как бы вот тут мы раскидаем это полностью в общем начинаем художественные изделия вот так теперь добавим давайте еще одну текстуру зами урок нам нужно какой-нибудь материал для создания скал но тут клиф нечто не нравится мне как-то это найти просто дорог рок 4 смотрим что это текстурка вроде вроде более-менее нажимаем нажимаем осиген материал нажимаем layer rock так выбираем вот серый цвет нажимаем save и рисуем наши скалы но это нифига не то что нужно было поэтому переходим обратно в редактирование этого слоя и выбираем уже нормальный давайте применим этот посмотрю что это такое отрисуем ничего не изменилось вроде terrain текстур давайте вернемся к cliff cliff grey asign material layer painter rock save вот ну ладно не добавлялись ни ранее так но продолжаем рисовать текстурки вот на примере мы сделаем только часть вы там уже будете вы озабочены озабочены созданием более красивого тирана нежели у меня сейчас в тесте вот так что все в ваших руках создадим только часть как я уже говорил вот тут вот так теперь мы создали текстуры вы научились рисовать пора приступить к новому шагу создания земли это добавление растений то есть vegetation чтобы не запутаться мы изначально берем радиус примерно 10 добавляем новый элемент это vegetation object и давайте начнем сначала с brushes 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 это в общем растения вот наверное тут увидите или не увидите тут так ладно давайте вот это добавим cfg вот вот для нас мы добавляем его выбираем устанавливаем размер давайте от единицы до полтора давайте мало ли понадобится больше рандом auto олиган к тирайну чтобы автоматически прилегался покачивание на 2 от ветра ну выбираем нажимаем paint object что-то большой культ создался единиц нет от 0.5 до единицы вот такую здесь рощу сделаем ну давайте запустим игру вот создали научились расставлять теперь добавляем какой-нибудь новый объект ну дерево что ли переходим по папочкам trees давайте вот какой-нибудь что это не какие-то не скучно давайте как страшно вот это и и устанавливаем размер от 0 5 от 0 3 от 0 0 3 до 0 5 потому что единицы очень большие как-то они и нажимаем получилось единицы в общем удаление происходит заплатим кнопки control еще вот тут очень красиво я что поговорил что это страшные так ну давайте еще парочку вот тут каких-нибудь так вот так вот и перейдем обратно в layer painter потому что меня жутко бесит этот цвет травы не знаю почему здесь она потемней посмотрим вот вот уже трава травой стала так стоп paint layer id нет и так стоп 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 если так то мы закрасим все если если так то мы просто применим цвет ну да давайте так тогда сначала камушки обретут свободу обретут цвет посильней чтобы быстрее было давайте еще вот тут докрасим в общем советую сначала определиться с цветом а потом уже красить а не то как это сделал я ну так вот он разукрашивает потихонечку так тут тут еще вот так вот наложим вот здесь давайте ну а так запустим игру и то control g а высоковато начали вот наши деревья они имеют также вот эти древесные типа трещины побежим наверх посмотрим вот видите деревьев дерево торчит потому что мы деревьям не применяли олиган to terrain ну потому что это было бы очень ужасно сейчас заберемся на гору вот как это все выглядит издалека как можно видеть что не все не все прогружаются сразу это системы подгрузки чтобы не глючил короче вот собственно как добавляются объекты растительности теперь поговорим о том как добавлять просто объекты относящиеся в данном случае к terrain мы нажимаем objects brush objects натурал rock например и cliff rocks я хочу взять вот эту добавить камушка сюда аналогично мы делаем другое добавляем этот камень уже сюда например ну и давайте добавляем несколько камушков маленькие еще например так control c автоматически control v не нужно нажимать вот и давайте поколдуем немножко надо control c ох ох я все не могу отвыкнуть полностью от предыдущего движка control c вот давайте теперь поворот поворачиваем по поясе и нет поясе x тогда получается да поясе x на 90 градусов а вот и рассказ о новых панелях здесь мы задаем числа незначения давайте так чуть выше опять крутим уже по все и y да вот ну создалась вот такая штучка так не докрутили чуток давайте перед так перед двинем долгой парить с этим теперь запустим и посмотрим как это выглядит выглядит вот наши скалы давайте попробуем на одну из них запрыгнуть ходить ходить мы кстати говоря по ним сразу умеем сейчас забью а нет оп повезло да это на самом деле просто человек поп а здесь мы что то прошли мимо 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 этих камушков странно а мимо тех мимо тех нет а мимо тех да очень странно что некоторые камни все таки не имеют коллизии ну это уже не моя ошибка была так ну так хватит играть так мы поговорили только что добавление объектов служащие разными ну полезными как называть разными наверное просто для уровня они не носят никакую скриптовую логическую характер они просто не просто показывают дизайн да как бы вот так вот давайте добавим еще вот эту вещь тоже выглядит вроде прикольно вот мы добавили даже пройти не сквозь не можем но вот собственно добавление объектов брошь да это уже соответственно объекте которые имеют хоть логический характер но давайте добавим дверь ну давайте добавим дверь вот вообще дверь все вот ну поставим ее сюда контрол g вот наша дверь нажимаем use door нажимаем f и давайте как люди что ли зайдем сюда закрыть с собой тоже не забываем ну вот собственно вот это уже класс entity да то есть предметы имеющие какое-либо действие теперь наверное мы закончим на этом этом видеоролике вы узнали как создавать землю как добавлять объекты растительность и так далее кстати говоря добавление разных эффектов это particle entity вы можете добавлять также дождь и так далее но это вы уже давайте сами потому что там все то же самое как с обычным объектом ладно всем спасибо за внимание спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на мой канал на сайте жду ваших вашей активности в общем с вами был Максим Ипихин сообщество microengine всем пока